Дорогие друзья, предназначение человека — это очень важная тема. Задумайтесь, живете ли вы в соответствии со своим предназначением, или вы скорее просто суетитесь в этом мире, решая некие текущие задачи. Предназначение — это что-то высокое, это то, что вас зовет, это то, что делает вас целенаправленным, это то, что дает вам огромное вдохновение, энтузиазм, творчество, раскрывает ваши лучшие качества характера. Это когда вы забываете о всех каких-то неудачах и трудностях, которые есть в вашей жизни, может быть, сейчас. Проверьте, есть ли в вашей жизни вдохновение. И если по какой-то причине нет, то я хочу вам предложить одно небольшое упражнение. Мысленно представьте, как будто все проблемы, которые вы сейчас решаете в жизни, ну, вообразите, как будто они уже решены. Ну, вот какой-то добрый волшебник как будто спустился, и вот все решил, все проблемы. То есть нет никаких трудностей. Я понимаю, что кому-то это будет трудно представить, но воображение, мысленно представьте, как будто. Ведь как будто же такое возможно, ну, хотя бы один процент из ста. Итак, мысленно представьте, что как будто все трудности, которые есть в вашей жизни, все проблемы, которые существуют у вас сейчас, как будто они исчезли, ну, решены. И вот задумайтесь, а чем бы вы хотели заниматься в такой ситуации? Если вы вдруг подумаете, что я лягу на диван и буду лежать, да, такое может прийти в голову, но задумайтесь, способны ли вы лежать два месяца или два года, например. Может быть, от усталости стоит отдохнуть один-два дня, я с вами согласен. Но предназначение – это то, что я хочу делать каждый день. Это не то, что связано с усталостью от чего-то другого. Итак, чем же вы будете заниматься? Что вас будет привлекать? Какая деятельность? Какие смыслы? Какие цели? Я прекрасно понимаю, что мое предложение к вам задуматься о таких вещах кого-то может повергнуть в состояние шока и растерянности. Но я хочу вас попросить размышлять над этой темой не только сегодня, а и завтра также, послезавтра. Я вам скажу один секрет. Если в результате этих размышлений вы поймете, чем бы вы хотели заниматься, то вам предстоит второй шаг. Второй шаг – это обдумать, а как именно вы будете это делать. То есть, что вы будете делать, чтобы двинуться в этом направлении? То есть, вы можете составить некую программу. Ну, вот первый шаг такой-то, второй такой-то, вот еще такой-то шаг. Это второе, что вы сделаете. Кстати говоря, когда будете писать второй шаг, а также продолжаете думать, что как будто проблем нету. Ну, тех, которые у вас сейчас. Хотя, конечно, на этом втором шагу нужно держаться своей мечты и все же думать о том, как вы будете двигаться к ней в этой реальной жизни, в которой вы находитесь сейчас, находя какое-то свободное время, ресурсы для этого. Да, давайте скорректируем. Вот все-таки второй шаг делается таким образом. То есть, наметьте реальные шаги, которые вы способны делать в своем настоящем. И третье, ну, как вы сами понимаете, это уже сами шаги, когда вы начинаете это делать. Но надо их делать, помня о мечте, к которой вы хотите идти. Хочу вам сказать одну удивительную вещь, что если вы выполните этот план из трех этапов, то в вашей жизни постепенно начнет проявляться удивительная энергия, свободы, творчества и огромные силы. Может быть, вначале она не будет такой сильной, но чем больше вы будете идти в этом направлении, тем больше будет раскрываться эта энергия. И в конце концов вы удивитесь тем изменениям, которые войдут в вашу жизнь. Пожалуйста, проверьте. Если вас удивят результаты, которые вы получите, то я буду счастлив вас увидеть на нашем фестивале, потому что там вы сможете добавить еще очень многое ко всему тому, что достигнете своей самостоятельной работы по этому намеченному плану. Хочу пожелать вам удачи!